Стойка на руках относится к продвинутым упражнениям, и как следует из самого названия этих упражнений, они гораздо более травмоопасны, чем базовые упражнения. И поэтому, когда люди без должной подготовки, просто посмотрев какой-нибудь видос в интернете из серии «Стойка на руках за 5 минут» начинают пробовать стойку, то это прямой путь к травмам. И каждое видео про продвинутые упражнения я буду начинать с того, какие основные травмы можно получить, если начинать делать это упражнение, не имея должной базы физической. Когда мы говорим о стойке, вот здесь есть картинка типичной стойки, есть три основных момента, в которых мы можем травмироваться. Во-первых, это запястья. Если вы посмотрите на рентген вот этого части запястного сустава, да, запястья, кисти, вы увидите огромное количество костей. И когда вы становитесь на руки, вы давите всем своим телом на вот эту вот маленькую площадь. Если она не обладает должной силой, чтобы стабилизировать, чтобы распределять нагрузку, чтобы балансировать вашим весом, то, ребятки, очень плохие новости. Можете погуглить, что такое гигрома, и я уверен, что вам не захочется его получить. Поэтому, если не можете отжаться от пола 50, а лучше 100 раз, даже не пытайтесь делать стойку. Серьезно, ваши запястья будут вам очень благодарны, если вы не будете делать такую глупость. Следующий момент, связанный со стойкой, это плечи. Плечевой сустав, в принципе, один из самых подвижных и самых травмоопасных в нашем организме. И когда вы делаете стойку, и у вас нет сил для того, чтобы контролировать свое тело, то вас будет шатать влево, вправо, вперед, назад, вы будете падать. Скорее всего, вы будете падать на плечи. Это может закончиться очень и очень печально. Поэтому, если хотите иметь здоровые плечи, не трогайте продвинутые упражнения, пока у вас нет достаточного количества сил. Ну и третий травмоопасный момент, это поясница. Нижняя часть спины, спина, и когда вы делаете стойку, и у вас нет сил, у вас возникает вот этот вот адский прогиб в спине, который вызывает очень неестественное искривление вашего позвоночника, фактически выдавливающие межпозвонковые диски из их естественного положения. Стойка была такая кривая, реальный банан. К чему это приведет? В лучшем случае, ни к чему. В более худшем случае, вы можете получить протрузию, но это еще не так критично со временем и с восстановлением она пройдет. В самом худшем случае, вы получаете межпозвоночную грыжу, то есть разрыв фиброзного кольца, и эти штуки не восстанавливаются никогда в жизни вообще. Если вам оно не надо, то и не надо трогать стойку и пытаться ее делать вот с таким прогибом. А чтобы этого не происходило, сейчас я расскажу, на что нужно обращать внимание и какие ошибки не нужно допускать при изучении стойки на руках. Итак, разбор ошибок мы тоже начнем по порядку, то есть если мы представляем стойку, начинать будем с нижнего уровня, с запястья и кистей. Ошибка, которую многие допускают новички, это непонимание того, как происходит баланс. То есть когда вы ставите руку на пол, очень часто новички пытаются опереться вот на эту часть, вот на эту часть руки, то есть на ладонь. Они ставят ее на пол и пытаются опереться на нее. Но здесь нет пространства для баланса. Вы, в принципе, не особо можете подвигать ладонью и сбалансировать стойку. Правильное распределение веса вам нужно сделать так, чтобы ваш вес находился вот в этом районе, вот в этой части руки. То есть, когда вы ставите, во-первых, руку на пол, вы ставите ее не вот так, вы ставите растопыренные пальцы, чтобы пальцами можно было балансировать. Видите, какие они подвижные? Очень легко балансировать. И, во-вторых, вес должен находиться не вот в этой части ладони, а вот здесь. Тогда вы можете, если вас будет заваливать вперед, вы можете надавить чуть-чуть назад. Если вас заваливает назад, вы, наоборот, можете вывести руку немножко вперед и балансировать своим телом. Если же у вас вес здесь, то все, у вас некуда, у вас рука уперлась, вы падаете вниз. Вторая ошибка, связанная с первой. Когда вы не понимаете, как распределить вес, вы начинаете пытаться балансировать с помощью других вещей. И опять же, если посмотрите на людей, которые только начинают учить стойку, они делают заход в стойку, начинают терять баланс, начинают передвигать руками и пытаться его восстановить. Если ваша задача научиться делать стойку на руках, научиться держать стойку на руках, вы должны уметь контролировать свое тело. От того, что вы начинаете шагать, вы, во-первых, увеличиваете риск травмы, потому что у вас вес оказывается на одной руке, а потом на второй, потом на двух сразу, вы бьете по запястьям, бьете по своим плечам. Но вы также не понимаете, не включаете в работу нужные мышцы для того, чтобы стабилизировать тело в спокойном положении, в ровном положении, в одной и той же точке. Поэтому, если вы пытаетесь встать на руках, понимаете, что вы сейчас будете падать, не надо ходить. Просто упадите вниз, попробуйте снова. И раз уж я сказал о заходе в стойку, о балансе, давайте поговорим о той ошибке, которая связана с самим заходом в стойку, как люди пытаются встать. Очень часто люди отталкиваются с одной ноги, хотя я бы рекомендовал делать тот шок двумя ногами из положения полуприседа. Но даже когда вы отталкиваетесь одной ногой, ваша задача не закинуть ноги над собой, а завести таз над головой. Когда ты заброшу себя ногами, ты делаешь следующее. То есть ты пытаешься забросить и сломить эту инерцию ногами. Но твоя цель вначале забрасывать таз и после подводить ноги. Как это выглядит? Вначале отправляем таз и после подводим ноги. Есть! То есть задача выстроить прямую линию, которая начинается с ваших запястьев. Запястье суставы проходит через локти, через плечи, через поясницу и через ноги. Но этот процесс осуществляется таким образом, что вы закидываете таз и потом уже доводите ноги. А не пытайтесь закинуть ноги. Потому что когда вы пытаетесь закинуть ноги, у вас возникает очень большой рычаг, соответственно, очень тяжело контролировать. Очень тяжело найти ту скорость, ту силу, с которой нужно оттолкнуться, чтобы встать ровно вот в такое положение и не перекинуть ноги назад. Если же вы закидываете таз, вам нужен гораздо менее сильный толчок. Вы закидываете таз и потом доводите ноги. Попробуйте два этих варианта, вы поймете, о чем я говорю. Это очень быстро учится, но качество вашей стойки начнет улучшаться буквально на глазах. Есть еще один момент со стойкой, который мне не нравится больше всего и который связан с тем, что люди неправильно подходят к процессу изучения стойки. Это прогиб, о котором я уже говорил, среди тех опасностей, которые могут нанести серьезный урон вашему организму. Прогиб связан с тем, что ты пытаешься вывести баланс, то есть разместить ноги над головой любым путем. И очень часто тебе недостаточно силы пресса для того, чтобы втянуть его и сделать ровную стойку. Помимо силы пресса, еще недостаточно растяжки в плечевом поясе. И поэтому единственным способом, с помощью которого ты можешь отправить ноги над головой, является создание вот такого прогиба. Для того, чтобы избавиться от этого прогиба, нужно использовать совершенно другой подход к изучению стойки. Если интересно, я запишу отдельное видео, как научиться делать стойку на руках безопасно, эффективно, буквально за 5 шагов. При наличии должной физической подготовки можешь за одну тренировку научиться грамотно, четко стоять на руках, вас не будет никуда шатать, и вы будете стоять ровно. Настолько ровно, сколько позволяет гибкость в плечах. Поэтому пишите в комментариях, если хотите увидеть такой ролик. Обязательно сделаю. На мой взгляд, прогиб это вообще самая-самая главная ошибка, за которой нужно следить. То есть все остальные я не считаю настолько критичными. А вот если вы видите, что у вас стойки прогиб, или вам кто-то сказал, что у вас прогиб, сразу же прекращайте делать стойку, определяйте, почему он возникает, и исправляйте этот момент. Поверьте, это вам сэкономит огромное количество здоровья в будущем, и вы еще не раз меня поблагодарите. Ну и, наверное, последняя ошибка на сегодня, о которой хочется поговорить, но явно не последняя по значению, это положение головы. Очень часто, когда я вижу людей, которые учат стойку на площадке, они вытягивают шею неестественным образом и пытаются смотреть на пол. За счет чего это происходит? Во-первых, они не чувствуют свое тело, не чувствуют мышцы, и сразу теряют баланс, если не видят пол. Кстати, это отличный способ увидеть человек-новичок, или человек-продвинутый уровень стойки. Все зависит от того, куда он смотрит. Если он может спокойно стоять на руках и смотреть вдаль, а не в пол, ни вниз, ни на руки, то у него намного более высокий уровень, потому что он чувствует, как работает его тело. Ему не нужна визуальная картинка. Если же он, вот видите, вытянулся... Кстати, вот это вот положение шеи, оно неестественное, очень сильно неестественное, и тоже создает нагрузку на ваши шейные позвонки. Как и, в принципе, все вот продвинутые упражнения, как я сказал в начале видео, они не очень естественные и сильно травмоопасные. Поэтому, когда решите их изучать, внимательно подумайте, действительно ли оно стоит того, но если все-таки захотели, следить за тем, чтобы такого не было. Вам не обязательно видеть пол. Достаточно видеть не руки целиком, да, а видеть только вот краешки рук. Краешки рук, то есть вы заводите, и учитесь чувствовать. То есть нужно научиться чувствовать положение тела в пространстве, нужно учиться балансировать. Сначала вот глядя чуть-чуть на руки, вот на эти части, чтобы шею не запрокидывать наверх. Очень в этом смысле помогает выполнение стойки у стены, когда вы делаете стойку лицом к стене, забираете по ней ногами и стоите вплотную к стене. То есть вот у нас стена, вот вы, и вот вы стоите, вот носочками касаетесь, чуть-чуть толкнулись, и стоите вплотную к стене. Таким образом, во-первых, вы не сможете сделать прогиб в пластичном отделе, потому что вы тогда упрёте животом в стену. Во-вторых, вы будете учиться стоять ровно и балансировать. И в таком положении вы можете смотреть на стену, а не смотреть на руки, и учиться чувствовать, запоминать ощущения в мышцах, для того, чтобы смогли потом воспроизвести этот баланс уже без стены. Задача этих видео показать вам те ошибки и те опасности, которые кроются в продвинутых упражнениях. Это не значит, что их не надо выполнять. Это значит, что надо включать голову, когда вы учитесь их делать, для того, чтобы не получить травм и получить от упражнений максимальную отдачу. Большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас на платформе Patreon. Мы накопили денег на небольшой подарок Саше. Да, наш объектив откладывается, зато Саша будет очень рад. Вы узнаете об этом в одной из ближайших записей на сайте. Вот, большое спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Обожженную кусачим пламенем ладонь Пытаюсь удержать как можно дольше над огнем Если в итоге не смогу не одернуть ее Значит, это не мое Саша будет очень рад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Саша будет очень рад.